Всех приветствую на своем канале. Поступил запрос, как мне кажется, не знаю, очередной, наверное, уже, про мою автокасастрофу. Скореено говоря, я не понимаю интереса людей к чужим проблемам, авариям, трагедиям и подобным темам. Но раз уж так особо людям хочется, отмахаться у меня не получается, как я поняла, я, пожалуй, расскажу. Я, правда, не знаю, правда, еще как это, вот, первый раз вот на камеру вообще кому-то рассказываю. Обычно, конечно, люди там спрашивают или я сама говорю. Вся тема для меня очень болезненная. Фотографию мамы я воспринимать смогла только спустя несколько лет, может быть, даже 10 лет спустя после аварии. Получилось так, что у меня класса с 8 начались сильные мигрени, и мы встали с пинка врачей в очередь на какое-то там обследование, которое проводили тогда в Ярославле, ибо думали, что у меня там что-то такое жуткое, и это жуткое помешает мне в ближайшее время жить на тот момент. Был, в общем, это 8 октября 1999 года, мне было 15,5 лет. Мы поехали в 8 утра, выехали из Углича на машине Копейки с бабушкиным братом, который был КГБшник. Я не знаю, может, кому-то интересно, раз уж некоторым людям хватает, не знаю, так-то задавать подобные вопросы в плане аварии. Ехала моя мама, ну и, соответственно, я. Мама ехала на заднем сидении, я на переднем, ну, рядом с водителем. Я была пристегнута. Где-то за 10 километров от Ярославля в деревне Зяблицы произошла автокатастрофа. Как она произошла, можете не спрашивать, бесполезно, потому что я всю дорогу спала, проснулась от крика мамы и заново вырубилась. Очнулась уже, когда наша машина очень много раз попереворачивалась. Доставал меня ОМОН, потому что в тот момент то ли чеченцы бомбили Россию, то ли еще что-то такое. Ну, я понимаю, что Чечня – это часть России, но что-то такое было. И везде стоял ОМОН. Бабушка, перед домом которой это случилось, авария, вызвала ОМОН. ОМОН меня доставал, я была кверх тормашками. У меня было вывихнуто два шейных позвонка, была трещина височной кости, я точно не помню, лево или право, и кровоизлияние в мозгу, в голове, в черепе. И сломанного здесь рука. Помимо прочего, мое зрение упало с минус 6,5 до минус 20. Ну, и благодаря каплям она устала сейчас, как сейчас есть, минус 13,5. В больницу я попала как раз примерно в ту, в которую мы ехали. Там я провалялась целый месяц в состоянии лежа и не могла ходить. Ну, в результате мне потом сделали то обследование, то, что искали, не нашли. Наверное, на счастье. Через две недели врачи вдруг поняли, что у меня вывихнута шея. И я долгое время потом ходила в ошейники. Ну, не знаю, как он называется вообще, воротник, наверное. Потом он пригодился одной девочке. Мой же воротник. Ну, в общем, больница провела два месяца. Первый месяц я была в Ярославле, в областной. Второй месяц я была в Углической больнице. Врачи мне запретили учиться. На тот момент я была на индивидуальном обучении. Середина восьмого класса. Потому что очень часто падала в обмороке. Это был уже десятый класс. Соответственно, сколько там времени я, естественно, провалялась, не училась. Я занялась, так как мне запрещали врачи заниматься, я занялась английским, чтобы как-то себя занять. Естественно, было несколько лет депрессии. Я не знаю, как бы вы себя повели, особенно те, которые любят задавать подобные вопросы. По поводу аварии, я думаю, не только у меня, наверное, интересуется. Я понимаю, что публичность обязывает что-то там такое говорить. Но мне кажется, что у людей все-таки хоть какой-то такт да должен быть. Или эти люди просто никогда не теряли близких себе людей. В общем, у меня была дикая депрессия. Я два или три года была в состоянии в таком-никаком. Правда, это у меня был очень творческий период. Я написала очень много музыки. Кучу прозы, которая потом была в каких-нибудь... Как Инферносферат была в семинаре в 2007 году уже потом это получилось. Ну и прочей хрени. Я, наверное, сейчас опять что-то упустила. По этому поводу я понимаю, что я сейчас, наверное, говорю вот так вот быстро. Я специально не делаю никакой мелкий макияж. У меня только блед для губ, который я сейчас доделываю именно для обзоров. И я специально в халате. Пусть у кого-нибудь взорвется попочка мягкая от моего прикида. И уж извините, если вас ранит мое такое немножко, наверное, кажется со стороны злое такое настроение. И меня чуть-чуть трясет. Вот да, тут у меня снова спрашивают что-то про зубы. Но про зубы это уже отсылка к другому видео. Я понимаю, что дерьма очень много, не только в интернете. В общем, врачи мне запретили обучение. Я занялась английским. В школе у меня был французский. Вообще английским я периодически занималась. Где-то лет с трех. Стабильно так. И мне разрешили один час в неделю занятий. Ко мне приходили сначала на дом учителя. Потому что я первые полгода вообще ходила. Меня бабушка выгуливала и одержала за человека. За кого-нибудь. Потому что я не могла сама особо передвигаться. Наверное, это было связано со всей этой жуткой аварией. Кстати, когда ОМОН меня доставал, я была пристегнута. Долго меня так доставали. Квертармашками. Машина сохранилась у нашей копейки. Только эта дверь, где я сидела. Все остальное было в очень интересном состоянии. Я после того, как смогла ходить самостоятельно, попросила дедушку свезти меня. Дедушка, в смысле муж бабушки. Потому что ее брат, естественно, погиб. Как это все произошло, мне не сообщалось. Вообще-то очень долго от меня скрывалось, что мама у меня погибла. Я, в принципе, понимала, что она все-таки уже не живая. Мне полгода ближайшие говорили после аварии, что она в коме. Пока там кое-кто из родней не проговорился. Я попросила дедушку свезти меня в наш гараж, посмотреть на эту машину. Я не знаю, зачем мне это было интересно. Правда, после вот этой аварии, все смерти, даже когда кто-то в родне умирал. Или что-то подобное, я стала воспринимать очень холодно. Мне стало, не знаю, может быть, пофигу. Хотя, я не знаю, может быть, просто такая реакция на это. В общем, потом я стала уже ходить в школу тоже опять по одному часу в неделю. Ну и попросила. Потом у нас был такой классный директор Пучков. Он уже несколько лет как помер. И школа стала непонятно чем. Он так всех в ежовых рукавицах держал. Все по струночке ходили. И стояли по коридорам, пока он шастал. Я его попросила. Хотели меня оставить на второй год. Вот я его попросила разрешить мне сдавать там какие-нибудь тесты, экзамены. Летом, чтобы только, чтобы я не оставалась на второй год в десятом классе. Ну, соответственно, пошли мне на встречу. Я летом доучилась. В свой десятый класс в одиннадцатом я тоже нормально все сдала. Все экзамены. Ну, вот эти последствия аварии. Не знаю, надеюсь, я все-таки выполнила запрос. И раз уж два или три комментария было этому посвящено, наверное, удовлетворило. И это кому-то было интересно. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok